МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восстановим погибший лес. В каких местах прошла посадка саженцев, расскажет Елизавета Рябова. Эти животные вымерли здесь в 90-х, а сейчас и хотят реакклиматизировать. А какие еще изменения ждут Тункинский национальный парк в будущем, знает Роман Куклин. В Бурятской кадетской школе празднуют обновление. Что изменилось в жизни учащихся, расскажет Сержанна Мордегеева. Современное искусство глазами молодых бурятских художников, где можно увидеть их работы, узнавал Чингис Яхунаев. 52 миллиона рублей направят на ликвидацию последствий от паводков на Левом берегу. Деньги выделят из резервного фонда Бурятия. Решение приняли в Республиканской комиссии по ЧАЭС. Уже известно и предварительное число граждан, которым выплатят материальную помощь. 244 человека получат по 10 тысяч рублей. 43 жителям выплатят 50 тысяч. И 9 человек в связи с полной утратой имущества получат по 100 тысяч. При этом обследование пострадавших продолжается. Оставить заявку можно по номеру, указанному на экране. Однако не все деньги потратят на выплату компенсации. 1,1 миллиона рублей направят на ремонт цокольного этажа школы номер 44. Продолжится восстановление береговой полосы протоки Степная и реки Селинга по улице Ольхонская. Работа по устройству насыпи для защиты частных домов от подтопления. Будет проведена санитарная очистка и обеззараживание территории после паводка. Тем временем оперативный штаб отменил круглосуточное дежурство на левом берегу. Селинга уже несколько дней стоит на отметке в 230 сантиметров. Выхода на пойму нет. Но за обстановкой все равно продолжат следить. Сентябрьский град выпал в Бурятии. Ледяные осадки накрыли поселок Николаевский в Трабогатайском районе и Гусенозерск в Селингинском. Такая погода стала неожиданностью. В прогнозе града не было. Жители активно делились видео и фотографиями в соцсетях. Напомню, в последний раз град размером с куриное яйцо выпадал в начале августа в трех районах Бурятии. За одну ночь пострадали огороды, крыши и постройки в Закаменском, Жидинском и Бичурском районах. Пострадавшие получают компенсации. Предприятие по переработке опасных отходов может появиться в Улан-Удэ. Вопрос об этом обсудили на заседании комитета по градостроительной политике в Горсовете. Предположительно, объект могут разместить в микрорайоне «Энергетик» рядом с ТЭЦ-2. В Комитете по архитектуре городской администрации отметили, что негативного воздействия на окружающую среду не будет. Также нет необходимости в подведении инженерных сетей и изменении дорожной сети. Депутаты Горсовета подчеркнули, что примут решение только после санитарно-эпидемиологического заключения без вредности предприятия. Однако уже сейчас есть те, кто против подобной инициативы. Я категорически против данного проекта и обращаюсь лично к мэру города Улан-Удэ Игоря Юрьевича Шутенкова, к депутатам городского совета, чтобы пересмотрели это решение. Считаю, что самое главное – это здоровье и безопасность жителей города Улан-Удэ. Если такое предприятие создавать, то создавать его далеко от города и от населенных пунктов. Прошу очень пристально обратить внимание на мое обращение. На обращение отреагировал и мэр Улан-Удэ. Такое предприятие нужно, точно нужно, но однозначно вдали от жилых зон, а еще лучше вообще за пределами города. Этот вопрос обсуждался, в том числе и на публичных слушаниях. Но сейчас, после обращения жителей и поселка Энергетиков, и поселка Забайкальского, а также Вячеслава Домицурунова, стало ясно, что вопрос проработан не совсем достаточно. На этом участке предприятия по обработке отходов точно не будет. Внимание привлекла и эко-проблема в Заиграевском районе. Там после пожаров остались сотни сгоревших гектаров леса. Ущерб от стихии устраняют до сих пор. Традиционно весной и осенью высаживают молодой лес. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Мы находимся за селом Старая Курба. Здесь в 2015 году произошел крупный пожар. И сгорело более 400 гектаров леса. Но благодаря акции волонтеры восстановят десятую часть погибшей территории. И на этой местности высадят более 120 саженцев сосны. Другие культурные приживутся из-за климата. Такой способ посадки называют искусственным. При помощи меча Колесова высаживаем сеянцы сосны. То есть мы сейчас вам покажем. Берется, делается отверстие, ставится сеянец, зажимается. Ну и третьим придавливается. Молодой человек хорошо копает. А второй молодой человек хорошо садит. С этим не сложно. Только у него, мне кажется, уже сейчас спина отвалится. Стоять столько, как хватит. Это энергозатратно. Потом вырастут, мы сюда приедем. Четыре тысячи саженцев. Именно столько могут посадить два человека за целый день. Ежегодно желающих участвовать в акции становится больше. В этот раз поддержали около 300 добровольцев, студенты и работники предприятий. Прижился саженец или нет, будет ясно весной. Но чтобы из него выросло целое дерево, должно пройти не меньше 50 лет. Лесничие будут приезжать и смотреть, как приживаемость саженцев. Более 50% приживаемости – это уже очень эффективная посадка. Мы сегодня не только посадим лес, мы создаем условия, при которых развивается животный мир, микроэлементы. Лес восстанавливают частями. Но вернуть зеленое богатство полностью планируют через три года. Лесопосадки пройдут в каждом уголке Бурятии. Елизавета Рябова, Батархалматов, телекомпания «Аригус». Ну и о других новостях дня далее короткой строкой в нашем дайджесте. Дамбу прорвало в Луси-Инхор Селингинского района. О подтоплениях не сообщается. Власти подсчитывают стоимость аварийно-восстановительных работ. 14 километров дороги на щучку отремонтировали. На новые асфальты коммуникации потратили более 560 миллионов рублей. Свыше миллиона рублей выплатил житель Бурятии по иску судебных приставов. Должник по ипотеке погасил обязательства сразу после запрета на выезд за границу. Всемирный день безопасности пациентов отметят медики Бурятии. В лечебных учреждениях пройдут профессиональные конкурсы, семинары и мастер-классы по оказанию медицинской помощи. Фестиваль фермерской продукции пройдет на площади советов в эту пятницу. Молоко, мясо, хлеб, овощи, мёд и другие продукты представят около 100 фермеров республики. В эфире «Восточный экспресс». Смотрите далее в выпуске. В ближайшее время вопрос будет решен. Дежурные по городу продолжают решать проблемы горожан. Самые злободневные в рубрике «Вопрос-ответ». Я такая сначала зашла, вау, что это? Фестиваль современного искусства. Чем будут удивлять молодые художники республики? Из еды там было растительное масло и кабачок. Откровение семейного контролера. Чего ждать от нового сезона? Сбили на зебре тройное ДТП и женская месть. Выпуск новостей. Продолжаем короткой сводкой происшествий в республике. 18-летнего парня сбили на пешеходном переходе сегодня утром. Наезд произошел на улице Гагарина в районе остановки Адон. За рулем авто находилась 30-летняя женщина. Шоу ли пешеход на разрешающий сигнал светофора? Не сообщается. Но благо обошлось без серьезных травм. А вот пожилому мужчине из Кабанского района повезло не так сильно. 59-летний мужчина сел за руль без прав. Дело ожидаемо закончилось ДТП. Неподалеку от поселка Каменск он столкнулся со впереди идущим автомобилем, который по инерции также врезался. В результате аварии виновника доставили в больницу. Но иногда достается только железным коням. В Трабогатайском районе женщина сожгла автомобиль бывшего сожителя. Так она решила отомстить за болезненное расставание. Ущерб в 180 тысяч рублей женщина возместила. Похожий случай произошел и в Бичурском районе. Там 66-летняя местная жительница подожила авто пасынка после ссоры на семейном застолье. В обоих случаях завели уголовные дела. Дежурный по городу продолжает свой рейд по решению бытовых проблем горожан. Сегодня мы сделали подбор вопросов, в которых люди не могут разобраться самостоятельно. Что спрашивают у чиновников и как на их вопросы отвечают? Далее в нашей рубрике «Вопрос-ответ». От станции дивизиона до СМТ «Зенит» дорога в отвратительном состоянии. Сколько терпеть? Большая часть протяженности данной дороги имеет грунтовое покрытие, относящееся к четвертой категории. Периодически комбинатом по благоустройству проводят содержание данной дороги. Порядок и поведение планировали? Мы в комитет по городскому хозяйству направим обращение о необходимости проведения грядирования по данному участку дороги. Я лежачий больной, мне 81 год. Как я могу проголосовать на дому? Избиратели, которые не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, могут проголосовать на дому на основании заявления избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Указанное заявление, устное обращение может быть подано избирателям в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному времени 19 сентября 2021 года. Улица Пугачева. Возле 31-й школы сделали новую дорогу, а лежачий полицейский не поставили. Машины летают опасно. Кто должен исправить? Запрос на установку искусственной неровности лежачего полицейского на участке дороги по улице Пугачева направлен к подрядной организации, которая занимается проведением ремонтных работ. В ближайшее время вопрос будет решен. Водоканал держит данную ситуацию под контролем. Выборы в Госдуму России стартуют уже завтра. Несколько месяцев претенденты на место в парламенте проводили свою работу с избирателями. Напомним, что на мандат претендует 10 кандидатов из 10 различных партий. Как они проявили себя во время предвыборной кампании, расскажем далее. Алексей Тедеянов и Вячеслав Данинсурунов подвели итоги работы над народной программой развития Бурятии в формате онлайн. На встрече присутствовали представители народных штабов со всей республики. Вся работа, которая сделана, она вся в последующем будет отрабатываться уже на уровне наших министерств республиканских, с федеральными министерствами, с Дальневосточным федеральным округом и так далее. В настоящее время работа над народной программой развития Бурятии завершена. Алексей Самбуч уже рассказал, что у нас собрано большое количество предложений, более 60 тысяч в народную программу. Проведены круглые столы, более 375 круглых столов. Рейтинговым голосованием для каждого муниципального образования в Бурятии отобрано 10 проектов для каждого района, которые власти будут уделять, но все мы будем уделять особое внимание. Вячеслав Данин Сырунов один из первых, кто отправился в районы Бурятии. Он встречался с избирателями и активно публиковал это в своем инстаграм-аккаунте. А как проверить свою предвыборную кампанию другие кандидаты? Будем рассматривать в соцсетях. Партия КПРФ кандидат Баир Цирена в своих социальных сетях выкладывал видеоролики поездок в районы Бурятии. Там он встречался с избирателями. Также кандидат постил дебаты с своим участием и вел прямые эфиры. Полигон явно работает сейчас. Явно сюда мусор свозится. Он свежий. Сейчас просто снегом еще все это прошло. В партии «Зеленый» кандидат Сергей Зверя. Звезда отечественного шоу-бизнеса получает поддержку от коллег из своего цеха. Но на своей странице у кандидата не только звездные лица, но и встреча с тако-активистами. Кандидат бывает не только в Бурятии, но и в Красноярском крае и недавно уехал в город Орел. Провести субботник, убрать. И какая гарантия, что через недельку это снова появится? Нет гарантии. Гарантии нет. ЛДПР кандидат Сергей Дорож в своем личном инстаграм-аккаунте агитационных материалов выкладывал мало. А вот в аккаунте партии публикуют отчеты по работе с избирателями из районов республики. Сергей Актино участвует в дебатах на телевидении и радио. «Новые люди» кандидат Максим Бувалин. В основном энергетик со стажем проводил встречи с городскими избирателями. Уже на самом финише избирательной гонки официально заручился поддержку у одного из лидеров своей партии Сарданы Афксентьевой. «Вы знаете, как я люблю Бурятию, я у вас гостила. И, конечно, мечтаю вернуться еще раз, испытать ваше гостеприимство и вообще обмануться в вашу атмосферу». «Справедливая Россия» кандидат Оксана Бухольцева также на финише избирательной кампании получила поддержку от лидера партии Сергея Миронова, который приехал в Бурятию. Как и другие кандидаты, в своем аккаунте публикуют участие в дебатах и встрече с избирателями в районах республики. «Ну, конечно, дорога на самом деле должна быть лучше». Партия пенсионеров кандидат Игорь Бабков в своих соцсетях не так активен никаких поездок и дебатов, только обращение на камеру. «Поэтому, уважаемые граждане, конечно, решать вам». Партия коммунистов России кандидат Дамдин Булатов в основном в своей странице записывает обращение на камеру. «А теперь остановимся на той программе, с которой я иду на эти выборы». Российская партия «Свобода и справедливости» кандидат Евгений Меньшиков в своих социальных сетях отметился несколькими публикациями. У Бояра Цыденова из партии «Гражданская платформа» посты в социальных сетях не обнаружены. Чингис Ихулаев, телекомпания «Оригус». Новые экологические тропы и визитный центр в формате юрт. Тункинский национальный парк осваивает экологический и научный туризм. Пополнение ждет не только инфраструктуру, но и флору с фауной. Ну, а по всем по порядку в нашем сюжете. Мы сейчас находимся у подножия экотропы «Пик любви». Она славится своими легендами и сложным маршрутом почти в полтора километра. И подобных троп в Тункинском национальном парке 10, а в ближайшем будущем появятся еще две. Обе они пролегают рядом с известным курортом Нилова пустынь и образуют своего рода туристический кластер с визитным центром. Попасть на первую тропу Саяне-Зурхе, в принципе, уже можно и сейчас. Обустраивать ее начали год назад, пролегая тропа вокруг горы Бурхан-Баавей. Сейчас там уже закончили строить беседки для отдыха. В каждой встречает животное из восточного календаря. Установлено 12 таких беседок. Мы планируем обустроить экологическую тропу настилом деревянным, скамейки для отдыха. Планируем установить смотровую вышку. Протяженность тропы как раз вокруг горы будет около 5 километров. Деревянным настилом покроют один километр пути. В основном это сложные участки. Однако на второй экотропе Шумакский Том все гораздо серьезнее. Мы вот одну видели, там висит указатель. Сейчас вот товарищи были, спрашивали, откуда, как, где это самое. Попасть туда бы. Попасть и пройти весь маршрут смогут далеко не все. Удобных дорожек и легкого подъема в гору не будет. Территория труднодоступна и не подойдет для обычных туристов. И чтобы пройти весь путь, одного дня точно не хватит. Маршрут горный. Очень развит конный туризм, очень развит пеший туризм. К настоящему времени обустроены два зимовья. Остановиться на ночлег, если плохая погода. А вот для ученых нацпарка наступили солнечные дни. До этого в отделе науки трудился всего один сотрудник. Сейчас штат пополнился. Отсюда и новые открытия, и планы. Был открыт новый вид для Бурятии, для Тункинского национального парка. Это рябчик сониковый. Мы планируем в будущем сделать реакклиматизацию трабагана. Это ценные промысловые животные. В 90-е годы популяция этого животного была истреблена. Помимо троп, здесь заканчивают обустраивать и новый визитный центр Хышекте. Гостевые дома стилизованы под юрты. Распахнет свои двери центр до конца года. К этому времени закончат и тропы. Подрядчикам еще нужно доделать работы. Деньги на строительство получили благодаря федеральной целевой программе сохранения биологического разнообразия и развития экологического туризма в рамках национального проекта «Экология». Роман Куклин, Батр Халматов, телекомпания «Ригус». Новые условия, новые возможности. Единственная кадетская школа Бурятии презентовала свои обновления. Что и благодаря чему удалось изменить, расскажет сержант Мердегеева. Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаю, товарищ Министер! Эта школа-интернат стала кадетской 8 лет назад. Обучаются здесь более 300 ребят, только мальчики. В первой половине дня основные предметы, во второй – дополнительные. Десять! Половина! Военная подготовка плюс физкультура, история и общество знания. Большой акцент и на эстетическом воспитании. Усилить это направление помогут новые проекты. Мы открываем по национальному проекту образования два новых класса. Причем это не просто классы, в которые поставили оборудование. Это классы, в которых сделали ремонт и после этого уже поставили оборудование. Один из них – музыкальный. В школе уже давно существует духовой оркестр. С этого года к нему добавятся и струнные. Еще в упаковке новые красивые инструменты, на которых будут играть наши воспитанники. У нас таких инструментов не было. Это благодаря именно этому проекту появились у нас вот такие именно инструменты, как саксофон. И, конечно же, хотелось бы действительно отметить то, что у нас появилось электронное пианино. У него, говорит, очень много возможностей. Еще больше возможностей открывает цифровой класс. По федеральному проекту для него закупили 30 ноутбуков для учеников и два для педагогов. Пользоваться можно как во время, так и после занятий. Педагогам очень удобно работать с интерактивной доской, так как сейчас во время цифровых технологий очень много информации подается именно посредством электронной техники. Также вся эта система включена в один проект, где дети могут взаимодействовать с педагогами при помощи ноутбуков, которые предоставлены каждому ребенку персонально. Можем на самоподготовке взять ключи, попроситься и нас сюда пустят, и мы будем рвать. Я больше пользуюсь выходом интернет просто, чтобы зайти на какой-то сайт и выполнить задание ЕГЭ, ОБМКД. Я, честное слово, по-доброму вам завидую. Я жил в маленькой деревне, где не то что таких условий, которые созданы для вас, там, не исползало, ни учителей физкультуры, ничего не было. Я хочу вам пожелать, ребята, имея такие возможности, у вас все для этого есть. Лечу, лечу идут российские войска. Сержанты Мердегеевой, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Мы будем служить России. Молодые художники Бурятии презентовали свои работы на музейном фестивале школы арт-проектов «Генезис». Они учились и творили два месяца, чтобы удивить зрителей своим взглядом на современное искусство. Одним из первых оценил работы мой коллега Чингис Ихунаев. Организаторами школы «Генезис» стал Эднографический музей народов в Забайкале. В прошлом году там прошел симпозиум деревянной скульптуры. Он объединил два мира – мир традиций и современного искусства. Около 70 заявок получили организаторы школы. На протяжении двух месяцев учащиеся слушали лекции по истории современного искусства, занимались в мастерской и придумали свои арт-проекты. И вот результат. Необычно. Что-то такое этническое, наше, родное. Посмотреть. Наса атмосфера. Нравится. Я такая сначала зашла. Вау, что это? Мы вообще после пары сразу сюда пришли. Мы особо даже не знаем, что конкретно здесь будет, но мы очень надеемся, что нам понравится. Я восхищена нашими художниками. Это очень, с одной стороны, тяжело заниматься современным искусством, когда в Бурятии оно не так уж сильно развитое. После окончания обучения отобрали 10 победителей. Им присудили стипендии в размере 80 тысяч рублей. В Центре современного искусства своей работы представили лишь 5 художников. А вот другие проекты лауреатов школы можно будет увидеть в городской типографии, молодежном театре, музее истории города и этнографическом музее. Мы хотели, чтобы молодые художники работали именно над той проблемой, над тем вопросом, который волнует именно их. Чтобы через свое творчество они говорили с посетителем. И поэтому мы своих художников не ограничивали в этом. Эта инсталляция висущенном бурятском языке. И когда мы проводим левой рукой, меняется язык, правой рукой проводим, меняется сама, сам текст стихотворения. Все эти стихотворения, они собраны из текстов разных временных эпох. И это далеко не последняя удивительная работа. По носу абстрактным рисункам поверхности ткани желудка или герамические объекты по мотивам внутренних органов животных представили на суд публики. Нам очень интересно узнать, о чем вы думаете, что вы делаете, какой у вас потенциал. А потенциал у вас огромный. Вот, дорогие друзья, вот сегодня мы это все увидим. Ознакомиться с этими и другими проектами вы можете с 15 сентября по 10 октября. Подробная информация о местах проведения художников в инстаграм-аккаунте Генезис 03. Чингис Якунаев, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Аригус». Семейный контролер возвращается на ваши экраны. Новый сезон, новая рубрика. Вот какая история вас ждет и чем удивят нерадивые родители, расскажет сержанна Мердегеева, руководитель и ведущая проекта. Это твои дети, я спрашиваю. Ты меня слышишь? Я думала, я сейчас что-нибудь с ней сделаю. Иди сюда, тебе никто ничего не сделает. Холодный, голодный, грязный. Мальчишка с новыми родителями уже вот-вот отправится в путешествие. Самые радостные моменты у меня вот всегда. Идея проекта родилась очень давно, в 17-м году. Я его долго вынашивала. Ну, триггером стало то, что я работала в новостях всю жизнь. И очень часто появлялись новости, связанные трагедией, ЧП с детьми. Я до сих пор помню, как мы выявили семью, в которой четверо детей, по-моему, у них было. Родители были вообще в никакущем состоянии. Они даже вообще нас не воспринимали никак. Однажды мы пришли в семью, нам сказали, там живут две девочки с бабушкой. Мама привела их к бабушке и уехала. Месяц матери нету. Ребенки, дети, девочки питаются у соседей. А бабушка пьет. А оказалось, что бабушка их замыкала дома, а они прятались под кроватью. Холодные, голодные, грязные. Там были страшнейшие антисанитарные условия. Ну, их буквально вот вытащили из-под кровати. Иногда сдержать эмоции бывает очень сложно. Особенно, когда ты приезжаешь и видишь, в каких условиях живут дети. Хотелось бросить проект. Ну, самые радостные моменты у меня вот всегда, когда, ну, вот, наверное, ближе к рубрике «Мама, надеюсь». Двух мальчишек, которые вот после нашего сюжета забрали, этих мальчишек по интернету увидела московская семья. Они приехали сюда забрать, потому что вот они увидели этот сюжет. В новом сезоне мы решили запустить рубрику, назвали мы ее «Преодоление». Это история о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В целом, формат программы остается тем же. Присылайте к нам свои сигналы. Может быть, не только сигналы, а не благополучие. Может быть, у вас есть истории вот как раз в нашу рубрику «Преодоление». Так что мы ждем. Пишите, звоните. Будем работать вместе. Все выпуски «Семейного контролера» доступны на нашем сайте origus.tv. А также там только самые актуальные и свежие новости. А у меня на этом все. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова